Легенды мирового хоккея. Защитник золотой сборной Советского Союза Вячеслав Фетисов снова в строю. Только теперь он защищает интересы жителей Ленинского района. Как правило, на подобные встречи, которые стали уже регулярными в нашем районе, приходят граждане, отчаявшиеся найти помощи и справедливости у тех или иных управленческих структур. Евгений Епифанов как раз из таких. Три года назад они с женой приобрели жилье в деревне Большое Саврасово. Тогда казалось, вот оно, новое семейное гнездо. Однако радость была преждевременной. Как выяснилось, впоследствии они нарвались на так называемую двойную продажу. Это когда застройщик продает одни и те же квадратные метры сразу двум покупателям. Тут-то и начались их злоключения. Мы писали в ОВД. В ОВД там до этого было вроде открывалось дело, заводили. Потом его приостанавливали. Сейчас вроде опять писали. Нам дали отписку о том, что нету не состава преступления, а следствия преступления. У Галии Абдрахмановой другая проблема. Предприятие, на котором она работала, задолжало своим сотрудникам зарплату за несколько месяцев. Но не гасит задолженность даже после решения суда. У нас рабочие, которые выиграли суд, по зарплате всегда выигрывают суды. Никому еще ничего не заплатили. Для того, чтобы судьбы людей не перемалывались жерновами чиновничьей машины, а письменные запросы граждан не тонули в кипе бумажной волокиты, и проводятся подобные встречи депутатов Государственной Думы с населением. Ты президент, ты губернатор. Нам сегодня говорят, идите в народ. Разговаривайте, постарайтесь услышать то, что их сегодня больше всего волнует. Он испугался следователя. Но потом следователь резко слетел. Он сказал, я не буду вами заниматься. И все. Они меняются, да. Сразу же начинают кадры меняться. Порой короткая беседа с простым жителем может весить много больше, чем многотомный отчет о проделанной работе той или иной управленческой структуры. Поэтому продуктивность таких встреч оценивается главой нашего района высоко. Я как глава муниципалитета практически без исключения присутствую на данных приемах, особенно когда речь касается жителей Ленинского района. Можно ли хорошо играть в хоккей, ни разу не выйдя на лед, а лишь наблюдая за матчами по телевизору? Наверное, нет. Поэтому для того, чтобы хорошо наладить механизм взаимодействия власти с населением, необходимо быть среди этого населения, слышать его. Кто из чиновников по-прежнему занимается отписками, ну и так далее. То есть мы эти вопросы мониторим, мы их доводим до логического завершения. Так что слышим народ. Когда Вячеслав Фетисов возглавил Росспорт, отечественный хоккей переживал не лучшие свои времена. Но совсем скоро мы вновь стали свидетелями громких побед нашей сборной. Решая проблемы своих избирателей, Вячеслав Александрович в каждом вопросе готов идти до конца. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова